Территория округа Морской ограничена улицами Беринга, Нахимова, Прибалтийской площадью, Морской и Новосмоленской набережными. Он был образован в 1998 году. В целом эта территория благоприятна для жизни. Здесь достаточно школ, детских садов, молодежных досуговых учреждений и спортивных клубов. А вот крупных торговых комплексов в округе, как и на всем Васильевском острове, не хватает. Население отоваривается в небольших супермаркетах или ездит в соседние районы, преодолевая приличные пробки. В самом морском напряженность на дорогах чувствуется лишь в часы пик. А вот в целом на Васильевском с дорогами беда. Жители надеются, что полегчает после запуска на полную мощность западного скоростного диаметра. Хотя особых архитектурных изысков в застройке морского не найти, есть несколько мест, на которые стоит обратить внимание. Например, на четыре высотки на Новосмоленской набережной. Эти монолитные дома построили в середине 1980-х на необычных опорах, центральном столбе и нескольких бетонных ногах, за что они и получили в народе прозвище «избушки на курьих ножках». Сейчас эти дома, как и остальная уныло-серая застройка округа, производят удручающее впечатление. Облицовка обвалилась, дома давно требуют ремонта и квартиры здесь не считаются престижными. Территория округа морской относительно небольшая. Исторически она пользовалась огромной популярностью, в силу того, что в 80-х годах там были построены экспериментальные монолитные дома. Ну и в советское время гостиница «Прибалтийская» как центр интуризма был такой серьезной доминантой. Прошло 20 лет и отношение к этому микрорайону немножко изменилось. Уже и жилой фонд не кажется таким современным, да, и доминанты уже не такие серьезные. Существенно изменить ситуацию может строительство западного скоростного диаметра и строительство жилья на намывных территориях. Причем влияние это может быть самое разное, пока его оценить достаточно сложно. Потому что с одной стороны улучшится транспортная доступность и в значительной степени вырастет узнаваемость этих районов среди горожан и их привлекательность среди покупателей жилья. А с другой стороны понятно, что близость, финский залив немножко отодвинется от этой территории и соответственно территории намыва будут отгораживать территорию этого округа от моря. Кроме того, из-за сильных ветров, которые приносят влажность с залива, во многих домах, выходящих к морю, сыро и холодно. Квартиры в них не исчезают из листингов продаж. Но желающих их купить мало, поэтому здесь очень много жилплощади, которая сдается в аренду. Те, кому повезло продать неуютное жилье, как правило, стараются сменить его на более комфортное в том же районе. Правда, для этого им приходится переезжать в соседние округа. В морском в постсоветские годы почти ничего нового не построили. Исключение – небольшой элитный островок на углу улиц кораблестроителей и Нахимова. Жилой комплекс горного института стал местной достопримечательностью, как и расположенная напротив гостиница «Прибалтийская» с центром водных развлечений «Вотервиль». Еще одна достопримечательность – мемориал к рейсеру Киров, пушки которого нацелены прямо на Намыв, который строится в западной части Васильевского острова. Округ морской вплотную примыкает к строящемуся на Васильевском острове Намыву. Еще несколько лет назад жителям домов на морской набережной открывался вид на море. Теперь к морю добавились огромные корабли, туристы и стройка. А через несколько лет здесь вырастет новый жилой микрорайон с жилыми домами, торговыми комплексами и офисами. Лет через 10 на Намыве должно появиться около 4 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых половина жилая. Ольга Мягченко, Роман Рожков, Села Томилин, БНТВ.